Мы все проверили, определением суда в судебном заседании была озвучена дата на 16 августа. Я же присутствовал. Да, вы присутствовали. Извещены будут здесь под роспись о том, что на 16 августа 10-15. Нет, это я все знаю, вы можете мне не рассказывать. Нет, но по этому основанию выходить в судебное заседание нет сегодня, поэтому завтра процесс придет. Смотрите, я вам объясняю. То, что было объявлено в судебном заседании, я присутствовал, я несколько раз переспросил, это зафиксировано. Я, соответственно, своему доверителю сообщил, что когда-то 16-го числа выйдет. Он говорит, ну мне пришло 15-го. Мы не можем явиться. Мало ли там, судья ошиблась, изменилась дата. Есть письмо, жирно выделено, 15-го числа. Я все понимаю. Я вас тоже услышала. Нет оснований выходить в судебное заседание. Так судья решила, что раз вы извещены определением суда в процессе под протоколом на 16-го число. Я не явиться не мог. Согласитесь, что вот это письмо... Нет, потому что вы явились мы видим. Да, но не явиться не мог, потому что вот это извещение, оно пришло не только моему доверителю, но и другой стороне. Но вы лично извещены на 16-го число. Лично я не ходил, мне в этом нет необходимости, потому что мне достаточно, чтобы мой доверитель извещен. Он меня поставил в известность, вот он мне сбросил это письмо. То есть сам факт, что сегодня должно быть судебное заседание, документально подтверждено. Да, говорили 16-го числа. Но судья могла изменить свой график. Нет, вам повестка не направлялась вообще, вам лично. Вы извещены на судебное заседание. Я не представитель. Я еще раз говорю, что из тех извещенных. Но я же говорю, что письмо ошибочно направлено на 15-е августа. Мы хотим вам показать, чтобы опровергало это письмо. А если вдруг мы, пусть позавтра увидим, что дело стало на без рассмотрения, если не явка 15-го числа. Сегодня вы придете? Нет, завтра приходите, завтра мы вас ждем. Мы говорим, что у нас... Протокольные на 16-е августа. В нём и суде подписан документ, потому что здесь сюда есть. Да, и суде и протокол подписан. Нет, и есть еще один документ подписан. Это письмо, которое мы вам говорим. Это определение вынесено судью. Нет, не определение, это письмо извещения, которое вы мне в телефоне показываете, это письмо извещения. Определение протокольное. Судьей. Все подписано судьей. Смотрите, я не говорю о том, что ошибка это не ошибка. Стоять сегодня это ошибка, да. Чтобы нужно было нам приходить 16-го числа, но не прийти сегодня мы не могли. Я понимаю, что вы пришли, мы извиняемся и говорим, что приходите завтра. Я понимаю, что извиняемся. Я не про это говорю. Я говорю, то, что мы официально сегодня пришли, нужно провести формально судебное заседание и зафиксировать факт ошибки. Не то, что нам вышли из коридора подговорителя, объясняется, понимаете, а документально зафиксировать. Потому что, допустим, у одного представителя такая, допустим, что по плате там фиксировано, у меня каждая явка в суд, понимаете. Я понимаю, судья сказала, что нет оснований судебных заседаний. Именно выходить в судебное заседание нет оснований, поскольку в протокольном определении было разъяснено, озвучено датой, что может быть вошли наше расположение. Сама лично, лично. Раз она боится провести судебное заседание, что должно быть, сказать, что приезжай. Потому что ваши слова, это не официальные слова. В судебном заседании судья не имеют право сграбить. То есть представители не вести беседы только в судебном заседании. Ну так давай в судебном заседании. Поэтому я, как помощник судей, имею полный полномочий, разъяснить вам по поводу извещения сторон. Вам все повторилось. Марина Владимировна Щеликова. Марина Владимировна. Марина Владимировна, у нас ждет саудиозапия данного события. Я считаю, что в данном случае судья неправильно себя ведет, потому что мы приехали официально по извещению о том, что сегодня должно быть судебное заседание. Соответственно, мы не имеем право требовать проведения судебного заседания. Если такой факт есть, ошибка в извещении, просто это должно быть зафиксировано. И, как вы правильно сказали, чтобы это происходило в судебном заседании, а не через секретарей, помощников судов с нами тут как-то беседовали. Поэтому я с своей стороны вижу необходимо сейчас обратиться лично, я это сделаю, председателю суда, для того, чтобы обратить на это внимание. Все-таки я вынужден настаивать на проведении судебного заседания. Это формально 5 минут, на котором будет зафиксировано под аудиозапись, что мы явились, лично я явился. Я все понимаю, я понимаю вашу просьбу о проведении судебного заседания. Это не просьба, это требование. Понимаете, в соответствии с гражданством, с государственным законодательством, чтобы мы с вами, с судьей общались не через вас, а через судебное заседание, как вы правильно сказали. Я понимаю, я говорю, что под протокол, с судьей подписанной и аудиозапись зафиксирована, что озвучена дата. Я это только раз назвал. Я это 16 августа, в письме была опечатка, ошибка. Да, признаете, это в судебном заседании, я еще раз объясню, откуда я могу знать, опечатка, неопечатка, либо изменилась дата. Я откуда могу знать, каждый раз в судебном заседании. Письмо вам лично не направлялось, вы показываете чужое письмо. Мы вас лично вывескили здесь, поделал список. Я представляю интересного представителя Кузнецова, понимаете, Кузнецову направлено на это письмо. Оно не просто так появилось. Соответственно, он мне дал указание в его, в моем лице он здесь, в судебном заседании. Мы вас видим, что вы явились. Никто же это не будет улучшать. Я не об этом говорю, вы просто говорю, зафиксируйте тот факт, что я сегодня явился, что я выполнил свою работу. В судебном заседании сейчас нет оснований делать. Ну как нету, есть исключение, я по поручению явился. Как нету, я что, все, просто так вот человек прилетел сюда. Нет, мне лично было направлено, я тут есть, Горлов Илья Игоревич Викторович, ну ошибка, я Игоревич, правда. И меня на прошлом заседании не было, то есть, а вот только из этого документа мог бы узнать, потом, когда заседание. Ну, говорю, что вот так как вот протоколы была дата озвучена, есть на записи эта дата, сейчас нет оснований, заводите судебное заседание. Ну как нету, есть исключение. Вы Горлов, да? Горлов, да, только Илья Игоревич. Я даже его не смогу получить, наверное, потому что отчество. Вы понимаете? Я больше не знаю, что вам сказать. Спасибо, до свидания. А где у вас подседатель находится? На втором этаже. На втором этаже? В 215-й. В 215-й, что-то, что-то. В 215-й. Мы приехали на судебное заседание согласно извещению, а судья отказывается проводить судебное заседание. Получилась следующая ситуация. Ошибочное было назначено на сегодня, а должен суд проходить завтра. Поэтому ему просто в судебном заседании просто формально провести, зафиксировать факт ошибки. Вот человек в Санкт-Петербург прилетел. Ну, я из Мурманска. В любом случае, я пришел на это судебное заседание, чтобы зафиксировать. Потому что судья сами напрямую не общаются. Через председателя сказали, что это ошибочно, идите погуляйте, условно говоря, до завтра. Ну, так не делается. Кто судья? Нам просто зафиксировать, что мы пришли согласно извещению, что судебное заседание не будет проводиться в связи с ошибкой. Вот, и завтра мы... Потому что у меня оплата по судодни. Сколько пришел, столько получил, понимаете? Хорошо, сейчас подождите, пожалуйста. Все, спасибо. Пришли на судебное заседание, которое, согласно извещению, на 10 часов, 15 минут сегодня назначено. Я в предыдущем судебном заседании присутствовал. Было оглашено, что будет 16-го, то есть завтра в 10-15. Но поскольку получил мой доверитель извещения, ну и другой представитель, на сегодняшний день, даже предполагая, что это возможная опечатка, мы не могли не явиться. Потому что, ну, по любым причинам судебное заседание может быть изменено на другую дату. То есть даже предполагая, что это ошибка была, мы все равно не можем не явиться. Потому что на самом деле есть причины, когда судебное заседание, ну, назначается на другую дату. Поэтому мы пришли. Соответственно, чтобы это зафиксировать, нужно формально провести вот это судебное заседание, на котором будет оглашено под аудиозапись, под аудиопротокол, что ошибочно была дата. Все, приходите завтра. Ну, тогда вопросов нет. Вот у меня мой доверитель оплачивает за судодель. То есть у меня вот сколько я сюда явился, столько я и получу в конечном итоге оплату. Поэтому мне нужен факт фиксации. То, что высший помощник судьи сказал, что судья не имеет права с нами общаться без проведения судебного заседания, я с этим полностью согласен. Поэтому мы не просим провести судебное заседание и официально это зафиксировать. Потому что раз есть официальное извещение, мы официально пришли, нужно открыть судебное заседание и перенести его на завтрашнее число. Потому что я предполагаю, что такое же извещение было направлено и стороне ответчика, и третьему лицу. Я не знаю, почему они не пришли. Может, они по телефону позвонили и сказали, что можете не приходить. Ну, может, что вы посмотрите в коридоре, я сейчас в реальности на суде не бросился. Я попрошу, чтобы она не отзвонилась. Ага, хорошо, спасибо. Мы сейчас на самом повесточке выдадим на завтрашнюю дату, повесточке выдадим на завтрашнюю дату и составим справку, зафиксируем в нашей ямке, сколько вы пришли, во сколько вы уходите. Справку вам выдадим на руки, вы нам только на наши назовляли, напишите, что получились. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Это для вас, точнее, а для суда. Напишите, на этом забрали, получил, кто вы и во сколько, чтобы было время видно, когда вы ушли с вами.